Молитвенное служение. Проповедь Ричарда Бахина. Я рад быть здесь и уверен, что вы все испытываете те же чувства, находясь в Доме Господнем на молитвенном служении. Быть здесь, а не где-нибудь еще – это привилегия. По проведению Божьему мы здесь, чтобы услышать Слово не от человека, а от Господа. Аминь. Но сначала преклоним со мной колени для молитвы пред нашим Создателем. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за многочисленные благословения. Мы благодарны, что Ты с нами, Господь. Твои братья снова пришли в Твой храм. Не для того, чтобы услышать Слово человеческое, но мы пришли услышать Слово от Господа. Мы пришли в смирении к Тебе, в Твое присутствие. И мы просим, чтобы Ты даровал нам благословение свыше. Дай нам дар Духа Святого, чтобы Он мог наставить и направить нас на всякую истину. Дорогой Отец, открой наше зрение и слух и понимание, чтобы мы могли определить Твой голос, говорящий «Вот путь, идите по нему». И мы желаем быть послушными этому голосу, Господь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты омыл, очистил нас от грехов, от наших беззаконий, чтобы мы были чистыми, чтобы, глядя на нас, Ты не видел грязной одежды, но чтобы Ты видел праведность Твоего Сына Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что Ты будешь делать. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Откройте со мной, евреям, 11 главу. Пока вы ищете, обратите внимание на экран. Мы продолжаем нашу серию проповедей о вере. В прошлый раз мы говорили об испытании веры, а сегодня мы поговорим о хождении веры, хождении с Богом, что это на самом деле значит. Но прежде посмотрим на экран. Служители Евангелия, 261 страница. Вера принимает Бога таким, каким Он представлен в Его слове, не настаивая на понимании значения тяжелых переживаний, которые случаются в жизни. Для нас этого достаточно. Вера принимает Бога таким, каким Он представлен в Его слове, не настаивая на понимании значения тяжелых переживаний, которые случаются в жизни. Но дальше сказано, у многих очень мало веры. Очень мало веры. О ком Бог здесь говорит? Он не говорит о язычниках, о мирских людях. Он говорит о нас, Его народе. Но у многих очень мало веры. Почему у них мало веры? Они всегда чего-то боятся и о чем-то беспокоятся. Это не страх Господень, а страх будущего. Потому что мы знаем, что Бог не дает нам духа боязни, а силы любви. Они всегда чего-то боятся и о чем-то беспокоятся. Каждый день их окружают со всех сторон знаки Божьей любви. Разве мы не видим этого вокруг нас? Каждый день мы наслаждаемся щедротами Его проведения. Однако не замечаем этих благословений. Вот почему они всегда чего-то боятся и о чем-то беспокоятся. Потому что они не замечают своих благословений. А встречающиеся им трудности, вместо того, чтобы приближать к Господу, что они делают? Разделяют с Ним, пробуждая в них беспокойство, и ропот. Так как мы говорим сегодня о хождении верой, хождении с Богом, нам необходимо понимать, что это значит. Что значит ходить верой? Откроем со мной евреям 11 главу. Начнем с 7 текста. И Библия говорит. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо. Здесь тот же язык, что и в Евреям 11 главе 1 стихе. И уверенность в невидимом. Верой Ной, предупрежденный Богом о том, что невидимо, движимый страхом. Перевод короля Якова. Никакой беседы не было с Богом. Не было вопросов и ответов. Бог сказал, делай так. И Ной стал делать. Но заметьте, Ной не просто обычным образом стал делать, но как он стал делать? Он был движим страхом. Приготовил ковчег к спасению своего дома, ею он осудил мир и стал наследником праведности по вере. Ной двигался со страхом. Вот почему имя Ноя записано в повествовании среди достойных древностей. Вот почему имя Ноя среди тех, кто обладал верой. Он двигался со страхом. Почему имя Ноя записано здесь? Откройте со мной Бытие 6 главу. Мы говорим с вами о хождении с Богом. Что значит ходить с Богом? Я рассмотрю несколько примеров. Бытие 6 глава. Ной двигался со страхом. Как Ной двигался со страхом? Что он до этого делал? Бытие 6 глава, 9 текст, в переводе Короля Якова. Вот роды Ноя. Ной был человек праведный и совершенный в родах своих. И Ной ходил с Богом. Ной ходил с Богом. Почему? Потому что Бог объявил его праведным и совершенным. Праведным и совершенным. Ной ходил с Богом. Это важно, так как мы изучаем это сегодня вечером. Потому что нам нужно ходить с Богом. Аминь. Какая была весть Ноя к допотопному миру до этого события? Какая это была весть? Что приближался? Потоп приближался? Кризис приближался? Но перед кризисом мы отметили в стихе 9, что Ной ходил с Богом. Перед наступлением кризиса. Это важно. И какой был отклик тех, кому он проповедовал? Библейский комментарий, первый том, 1090-я страница. В течение 120 лет он посылал им предупреждение через Ноя, своего слугу. Но так милостиво данный им испытательный срок, они использовали как высмеивание Ноя. Разве сегодня не подобная картина со многими людьми, которыми высмеивают весть, что Иисус приближается, видя знамение вокруг нас? Они изображали его в карикатурном виде и критиковали его. Они насмехались над ним за его необычную серьезность и рвение в отношении судов, которые, как он объявил, Бог непременно совершит. Но и верил, что потоп придет, хотя он даже не видел никакого этому признака. Они говорили о науке и о законах, которые управляют природой. В то время они презрительно отнеслись к словам Ноя, называя его сумасшедшим фанатиком, потому что Ной проповедовал о чем? О том, что приближается потоп. А они никогда раньше не видели дождя. О чем этот сумасшедший человек говорит? «Какой еще кризис приближается?» И сегодня мы видим, как атеизм бросает вызов. Кто этот Бог? Что я должен служить ему? Где этот кризис, о котором вы говорите? Они презрительно отнеслись к словам Ноя. Спросите себя, они такие ли мы? Не стали ли мы такими же самодовольными, что говорим подобно допотопным людям, а где Бог? И сатане хотелось бы, чтобы в эти последние дни как можно больше людей находились в оцепенении. Свидетельство для церкви, 5 том, 94 страница. Сказано ли здесь, что сатана ликует по поводу состояния язычников? А что здесь сказано? Сатана ликует по поводу состояния тех, кто называет себя Божьим народом. Почему? Почему он ликует по поводу состояния Божьего народа? Многие, пренебрегнув спасением собственной души, они не видят своей нужды, не упускают возможности критиковать и судить ближних. Подобное переживают многие из народа, называющего себя Божьим. Она пишет это не язычникам, мирским людям. Она пишет это нам. Следующее высказывание из Духа Пророчества поразило меня, потому что это слова сатаны. Поскольку мы говорим о хождении веры, и это наша тема, я хочу показать вам кое-что. Дух Пророчества, 4 том, 337 по 340 странице. Так как народ Божий приближается к опасностям последних дней, это напрямую относится к нам. Находимся ли мы в этих днях? Да, сатана проводит серьезные консультации со своими ангелами по поводу самого успешного плана, как сломить их веру. Это то, что делает сатана прямо сейчас. Он видит, что популярные церкви уже погрузились в сон под воздействием его обманчивой силы. Они не заснули. Они уже спят. Они уже спят. Говорит великий обманщик. Мы должны наблюдать за теми, кто обращает внимание людей на субботу иеговы. Мы знаем, что это последнее испытание. Так ведь? Суббота или воскресенье? Истина или ложь? Суббота – это великий вопрос, который должен решить участь душ. Сатана говорит. Я повлияю на популярных служителей так, чтобы они отвратили внимание их слушателей от заповедей Божьих. Разве мы не видим этого? Проповедники, стоящие за кафедрой, говорят, что мы не можем одержать победу над грехом, говоря, что десять заповедей отменены, что мы должны приспособить десять заповедей к реальности. Мы видим это. Я буду влиять на популярных служителей, чтобы они отвратили внимание своих слушателей от десяти заповедей. Мы должны вызвать смятение и разделение. Мы должны уничтожить их беспокойство за свои души, чтобы они не увидели свои нужды, чтобы они были заняты другим, вещами этого мира, чтобы они не увидели свои нужды, и заставить их критиковать, судить, обвинять и осуждать друг друга, а также лелеять эгоизм и вражду. Почему сатана это делает? Вот причина. За эти грехи Бог изгнал нас от своего присутствия, и все, кто последует нашему примеру, встретят ту же участь. Все методы обмана сатаны разоблачены, и это благословение для нас. Здесь говорит сатана, открывая нам план того, что он делает за закрытыми дверями. Популярные служители спят. Популярные церкви спят. Служители проповедуют, что нет победы над грехом. И мы видим здесь конечную цель сатаны. Заставить Божий народ судить и критиковать друг друга. Нам нужно ходить с Богом. И сегодня мы узнаем, что значит ходить с Богом. У меня вопрос. Кто еще ходил с Богом? Енох. Откроем Бытие пятую главу. Енох ходил с Богом. Стих 22. Какие здесь пять слов? И ходил Енох с Богом. 24 стих. Что здесь сказано? Здесь Бог повторяет вновь. И ходил Енох с Богом. Бог хочет нам что-то сказать. Посмотрите, например, Еноха. И научитесь на его примере. Научитесь на его примере. Что сказано о Енохе? Мы знаем, что он ходил с Богом. Какой это опыт? Откроем со мной, евреям, 11 главу. Енох ходил с Богом. Об этом мы сегодня говорим. Пятый текст. Верой Енох переведен был, чтобы не видеть смерти, и не был найден, потому что Бог перевел его, ибо до перевода своего он имел это свидетельство, что угодил Богу. Перевод короля Иакова. Это личное свидетельство. И Бог его признал. Может ли Бог сказать о ком-либо из нас, что мы угодили ему? Моя дочь, ты угодила мне. Мой сын, ты угодил мне. Может ли Бог посмотреть на нас, на нашей записи, как он посмотрел на Еноха, и сказать, ты угодил мне. Почему это написано для нас? Почему о Енохе записано там? Чтобы показать нам, что Енох вошел в такие тесные отношения с Богом, что Бог посмотрел и сказал. Енох, здесь не твое место. Ты не принадлежишь этому миру. Посмотрите, что здесь сказано. Патриархии и пророки, 88 страница. В обреченном на погибель мире мы знаем, что Енох жил до потопа. Мы знаем, какая была тогда обстановка, зло и нечестие, что Богу пришлось уничтожить весь мир. Енох жил в таком близком общении с Богом, что ему не было позволено оказаться во власти смерти. Разве это не благословение? Благочестивый характер этого пророка олицетворяет собой святость жизни тех, кого? Всякого, кто последует этому примеру, которые будут искуплены от земли во время Второго пришествия Христа. Опыт Еноха должен быть наш. Не может быть, не следует, но должен быть наш, потому что он записан нам в наставление. Енох действительно жил по Колоссянам 3 главе 3 тексту. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Мы должны иметь свидетельство, что мы угодили Богу до закрытия испытательного срока. Нам нужно это свидетельство, что наша жизнь угодила Христу. И поэтому Енох ходил с Богом. Я задаю снова вопрос. Есть ли еще один человек, кто ходил с Богом, и Бог объявил его совершенным и праведным? Елисей? Кто еще? Авраам? Иов? Да, Иов. Он ходил с Богом. Откроем со мной книгу Иова. Иов ходил с Богом. И Бог заявил о нем, что он совершенный и праведный. Иов 1 глава. Начнем с 6 текста. И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа. И между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, Откуда ты идешь? Тогда ответил сатана Господу и сказал, Я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, Обратил ли ты внимание на слугу моего Иова? Я тоже хочу, чтобы Бог обо мне сказал такие слова. Но мне сначала надо ходить с Богом. Обратил ли ты внимание на мою дочь, на моего сына, что нет никого подобного ему на земле, человека совершенного и праведного, такого, что боится Бога и удаляется от зла. Перевод короля Якова. Он ненавидел зло. Бог объявил Иова совершенным и праведным. Это значит, что Иов ходил с Богом. Так? Он должен был ходить с Богом. Подобно Ною из Бытие 6 главы. Он ходил с Богом. Заметьте, Иов подошел в своей жизни к тому моменту, когда он возненавидел грех, презирал зло. Я хочу, чтобы каждый из нас подошел тоже к такому моменту в своей жизни, чтобы всякое присутствие зла вызывало у нас отвращение. Наша молитва должна быть, «Господь, дай мне горький вкус, дай мне ненависть ко греху». Мы не можем, встав утром, сказать, «Я не буду больше грешить сегодня». Мы должны молиться об этом, потому что для нас, грешников, это естественно. Мы должны молиться о сверхъестественной силе, чтобы преодолеть это. Так ведь? «Господь, дай мне ненависти ко греху». И тогда мы можем начать ходить с Богом. И тогда о нас можно будет сказать, что мы совершенные и праведные. Этот опыт мы должны иметь до того, как испытательный срок окончится. Иов был совершенным. Иов был совершенным. Притча 16 глава 6 текст. Что он нам говорит? «Страх Господень, удаляться от зла, от беззакония». А что говорит нам откровение 14 глава 7 текст? «Убойтесь Бога, не так ли?» Понимал ли Иов первую ангельскую весть «убояться Бога»? Он боялся Бога. И он удалялся от беззакония, от греха. Иов боялся Бога. Прочитаем Иов первая глава 8 текст. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание на слугу моего Иова?» И мы знаем, что с 9 по 11 тексты сатана говорит Господу, «Разве Иов боится Бога за даром? Почему бы ему не быть верным тебе? Посмотри, как ты благословил его. Посмотри, как ты умножил его благословение. Посмотри, как ты хранил его здоровье все эти годы. Почему бы ему не быть верным тебе? Позволь мне заняться им, и я сделаю так, что он проклянет тебя в лицо». Сатана, конечно же, проявляет здесь самонадеянность. Позволь мне заняться им, ибо сатана не знал сердца Иова, но Бог знал. Иов, 1 глава, 12 текст. Господь дал сатане разрешение. Заметьте это. Сатана получил разрешение от Бога прикоснуться к кому? К Иову. Так ведь? Сатана не может атаковать Божий народ, пока Бог не даст ему разрешение для высших целей, которые Бог имеет для нашей жизни. Сатана должен получить разрешение от Бога. Вот почему 1 Коринфянам, 10 глава, 13 текст говорит, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх того, что вы можете, но с искушением даст и выход, чтобы вы могли перенести его». Перевод Короля Якова. Когда дьявол приходит со своими искушениями, он должен их поставить на весы. Но есть ли они слишком тяжелы, чтобы их перенести, что Бог говорит? Нет. Посмотрите на экран. Разум, характер и личность. 473 страница. Наш Небесный Отец измеряет и взвешивает каждое испытание перед тем, как Он позволяет ему обрушиться на верующего. Он учитывает обстоятельства и силы человека, которому предстоит выдержать Божье испытание, и никогда не допускает, чтобы испытание оказалось сверх сил человеческих. Бог всемогущий. Он рассматривает и взвешивает, будет ли испытание тяжелым для своего слуги. Он уже знает. Но чтобы проявить к нам свое долготерпение, свою милость, свою нежность, Он измеряет и взвешивает каждое испытание, прежде чем Он позволяет ему обрушиться на нас. Поэтому, когда в нашу жизнь приходят испытания, и мы вопьем, «Господь, помоги!» «Помоги мне!» Господь уже взвесил его. Он уже видит, что вы можете перенести. Разве не так? Он уже видит, что вы можете перенести. Он не позволяет искушению быть сильнее, чем вы можете перенести. Вернемся к Иоуу 1 главе 12 тексту. «Бог говорит здесь, «И сказал Господь сатане, «Вот все, что он имеет в твоей власти, только на него самого не простирай руки твоей!» Так сатана вышел от присутствия Господнего». Перевод Короля Иакова. Если мы обратимся к 15 тексту, то мы видим, как сатана использовал нечестивый народ. «Савияне пришли и забрали всех волов и овец». Стих 17, извините, стих 16, «вышел огонь и уничтожил все, что он имел». Стих 17 рассказывает о халдеев, которые пришли и напали на верблюдов, убили его слуг. И 19 стих говорит, что «пришел великий ветер о дикой местности и ударил по четырем углам дома, и он упал на юношей, и они умерли, и спасся только я один, чтобы рассказать тебе». Перевод Короля Иакова. Иова постигли все эти бедствия. Он проходил через эти все бедствия и не осознавал, что он проходил через великую борьбу. Он не замечал того, что он находился в этом великом противостоянии между добром и злом. В этом великом противостоянии между добром и злом. Но мы знаем, что к этому моменту Иов научился ходить с Богом. Это важно заметить. Иов научился ходить с Богом. У нас есть такая привычка, что когда мы проходим через что-либо, мы вопьем «Господь, где ты? Бог, где ты?» Не мои слова принимайте. Пусть Дух Пророчества скажет, где Бог. Патриархии и Пророкии, 129-я страница. «Бог всегда проводит свой народ через горнила страданий. Это одно из главных средств Божьих, чтобы сделать наш характер совершенным. Бог всегда проводит свой народ через горнила страданий, ибо только в раскаленной печи очистится от всяких примесей подлинное золото христианского характера. И где Иисус? Иисус наблюдает за испытанием. Он не только позволяет ему прийти, но он также наблюдает за ним. Почему? Почему Иисус наблюдает? Он уже знает конечный результат. Он наблюдает, как мы будем реагировать. Здесь открывается сердце. Господь наблюдает за испытанием. Знайте эту песню, Его взгляд на воробушке. Кто знает эту песню? Зачем мне чувствовать себя обескураженным? Зачем мне унывать? Почему мое сердце должно быть одиноким, когда Иисус – моя часть и постоянный друг? Его взгляд на воробушке. Я знаю, что он наблюдает за мной. Иисус наблюдает за испытанием. Его глаза на воробушке. И я знаю, что он наблюдает за мной. Я пою, потому что счастлив. Я пою, потому что свободен. Ибо он наблюдает за воробушком. И я знаю, Иисус наблюдает за мной. Иисус наблюдал за Иовом, который проходил суровое испытание. Иисус наблюдал за Иовом. Следите за мной. Прежде чем кризис постиг Иова, в каком состоянии были его домашние? Потому что в этой истории прослеживается противопоставление. Какое было состояние домашних Иова? Прочитаем Иов 1 глава, 13 текст. «И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме самого старшего брата своего». Перевод Короля Экова. Интересно, что когда кризис ударил, дети Иова находились в пьяном состоянии. Не только физически, но и духовно. Ели и пили в доме старшего брата. А мы знаем, что дом представляет церковь. 1 Тимофея, 3 глава, 15 текст. Дом представляет церковь. Прежде чем грянул кризис, дети Иова были в церкви, где их кормили ложным учением, употребляя вино, которое там было. Стих 18 и 19. В то время, как он еще говорил, пришел и другой и сказал. «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме самого старшего брата своего. И вот пришел великий ветер от дикой местности и ударил по четырем углам дома, и он упал». Перевод Короля Экова. Что нам сказано про Вавилон в Откровении 14 главе 8 тексте? Вавилон пал. Вавилон пал. Был ли Иов в этом доме? Нет. Был ли этот дом Иова? Нет. Иов понимал вторую ангельскую весть. Ну, я не буду касаться сейчас этого. И вот пришел великий ветер от дикой местности и ударил по четырем углам дома, и он упал на юноши. И они умерли. И спасся только я один, чтобы рассказать себе. Дети Иова посещали церковь, которая была в погибшем состоянии, подавая вино со стола Вавилона. Посмотрите на противопоставление. Но сначала вернемся к 19 тексту. Я хочу сделать еще одно применение. Здесь сказано. И вот великий ветер пришел от дикой местности. Великий ветер. А они были в доме, в церкви, где подавалось сложное учение. Эфесянам 4 глава, 14 текст. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Они не только были слепы, но когда ударил кризис, то у них не было отношений с Иисусом. У них не было основания, на котором можно было строить. Поэтому они были унесены учением, ложной теорией. И дом пал. И они умерли в погибшем состоянии. Потому что они были что? В неверном доме. Употребляли неверное учение. Так? И они умерли погибшими. Они умерли погибшими. Откроем Евангелие от Луки, 17 главу со мной. Потому что это написано нам в наставлении. 28 текст. Как было во дни лота, ели пили. Почему это написано? Что это говорит нам? Многие из народа Божьего находятся в церкви, употребляя вино, ложное учение. Слепые, не знающие, что слепы. Они не знают Христа лично. У них нет прочного основания, чтобы строить. Они не ходят с Богом. Многие находятся в оцепенении. В таком же состоянии, как были дети лота. Они не знают Христа лично. Почему многие в таком состоянии? Задайте себе этот вопрос. Почему они в таком состоянии? Почему? Потому что они находятся там, где их руководители, служители и пасторы находятся в таком же состоянии. В таком же состоянии, друзья. Они передвигают путевые знаки, ориентиры от Божьего народа. Трехангельская весть не присутствует в наших церквях. Я могу об этом говорить с первых рук, так как я был там. Я был там. И не там я пришел к истине для настоящего времени и осознал, что есть трехангельская весть. Я никогда не слышал трехангельскую весть. Никогда. Никогда не слышал о ней. И вот в таком состоянии многие руководители, которые не проповедуют эти вести, они проповедуют мягкие, гладкие вести. И я их получал. Я получал мягкие вести. Откроем со мной Иова 24 главу. Второй текст. Я дам вам второе свидетельство. Некоторые передвигают межевые знаки, насильственно отнимают отары и кормятся от них. Перевод Короля Иакова. Мы видим состояние. Вот оно, состояние. Они передвигают межевые знаки. Вести, фундаментальные принципы, учения, которые составляют нашу веру, которые делают нас адвентистами седьмого дня. Почему Матвей 15 глава 14 текст говорит «Оставьте их. Они слепые вожди слепых. Потому что слепые ведут слепых. И если слепой ведет слепого, то где они оба окажутся? В яме. Слепые руководители ведут слепых. То все они окажутся в яме». События последних дней, 179 страница. «Многие встанут за наши кафедры, держа в руках факел ложного пророчества, зажженный от адского сатанинского огня». Это не простое высказывание, а пророческое. Откроем со мной Иова 2 главу. «Мы видим состояние домашних Иова». Каково было состояние Иова? Что делал Иов, когда грянул кризис? Здесь еще одно противопоставление. Что делал Иов? Мы видим, что его дети, его домашние, церковь, были пьяными, и в результате они погибли. А что делал Иов? 20 текст. «Тогда Иов встал, когда все эти бедствия постигли его, и разодрал плащ свой, и обрил голову свою, и пал на землю, и поклонялся». Перевод Короля Якова. «Мы находим Иова, поклоняющимся среди кризиса. Он славил Бога среди бедствий. И что Бог говорит нам? Должны ли мы ворчать, жаловаться? Что мы должны делать? Мы должны поклоняться Богу среди испытаний». Что говорит Откровение 14 глава 9 текст? «Каким мы находим Иова? Поклоняющимся. Есть ли кто поклоняется зверю и образу его? Понимал ли Иов третью ангельскую весть? Мы находим Иова, поклоняющимся среди испытаний. Каким будет последнее испытание, с которым мы столкнемся в эти последние дни? Воскресный закон. Кризис начертания зверя. По какому вопросу это испытание? По вопросу поклонения. Есть ли кто поклонится зверю? Это по вопросу поклонения. Воскресенье или суббота? Как отреагировал Иов? Давайте посмотрим 21 текст в переводе Короля Якова. И сказал «Нак я вышел, из чьего матери моей? Нак и возвращусь туда». Господь дал, Господь и забрал. Благословенно будь имя Господа. Здесь мы видим слова, которые обличают сатану. 22 текст. «Во всем этом не согрешил Иов и не обвинил Бога безрассудно». Похулил ли Иов Бога? Нет. Потому что Иов узнал принципы хождения с Богом. Он научился ходить с Богом. Он прославлял Бога среди смятения. И этому нам нужно научиться. Нам нужно научиться этим принципам. Неважно, через что мы проходим. Бог показывает нам, что мы должны поклоняться Ему. Мы должны славить имя Его во время нашего испытания. Тогда приходит победа. Мы видим здесь в этой истории, что Иов потерял свое имущество, свое богатство. Его дети погибли. Он был поражен язвами по всему телу. Члены семьи прогоняли его. Что сказала его жена? «Похули Бога и умри!» «Похули Бога и умри!» И это его домашние. Его друзья пытались ему внушить, что его грехи стали причиной всех этих бедствий. Они осуждали его. «Из-за твоих грехов Бог обрушил на тебя эти бедствия». И тем не менее, что делал Иов? Поклонялся Богу. Сделать это – непростая задача. потерять свою семью, потерять все. И однако, среди всего этого поклоняться Богу. Было ли это на следующий день или через месяц? Нет. Тотчас Иов поклонялся Богу, потому что он до этого научился ходить со Христом. Он научился ходить со Христом. Вот почему он мог сказать Иов, 13 глава, 15 текст. «Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути Мои пред лицом Его. Нам нужно научиться сказать это среди испытаний. Он убивает меня, но я буду надеяться на Него. Несмотря на то, через что я прохожу, я буду славить Бога и уповать на Него. Я буду доверять Богу. Приближается великий кризис, но многие из нас проходят кризисы прямо сейчас, в то время, когда я говорю. И даже те, кто в онлайне, проходят через кризис. Вчера все было хорошо, а сегодня нас поразил кризис. И чему мы должны научиться у Иова? Слава Господу! Я буду все еще надеяться на Него, восхвалять Его все время. Аминь! Хотя Он убивает меня, но и тогда я буду надеяться на Него. Вот почему Павел пишет во 2 Коринфянам он дает надежду. Павел дает надежду. 2 Коринфянам 4 глава. Павел дает надежду, друзья, с 17 текста. Павел говорит, что это легкое страдание, не тяжелое. Чтобы мы с вами не проходили, Павел это называет легким страданием. Оно кратковременно. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Наше легкое страдание. И римлянам 8 глава, 18 текст говорит, перевод Короля Якова, «Ибо я считаю, что страдания этого нынешнего времени недостойны сравнения с той славой, которая откроется в нас». Бог заботится о ситуации, но мы должны быть найдены восхваляющими Бога. Среди наших испытаний мы должны быть найдены ходящими со Христом, как Ено ходил, как Ной ходил, как Иов ходил. Мы должны быть найдены ходящими с Богом. И почему это страдание легкое? Почему Павел это называет легким страданием? Что Иисус говорит нам в Матфея 11 главе с 28 по 30 тексты. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мою благо и бремя мое легко». Вот почему оно легкое, потому что Христос несет его. Христос его несет, но это страдание ведет к Голгофскому кресту. Мы будем страдать, но оно будет легким, когда мы научимся ходить с Богом. Оно будет легким, когда мы научимся ходить с Богом. Нам надо задать вопрос. Иов, как ты это сделал? Как ты научился ходить с Богом? Какая у тебя была мотивация? Вернемся к Иову 1 главе. Давайте посмотрим, как Бог делал это. Здесь ответ. Как Он это делал? Иов, как ты это делал? Как ты ходил с Богом? Как ты научился ходить со Христом? Пятый текст. И было так, когда круг дней пиршествования завершался, что Иов посылал и освящал их и вставал рано утром. Что это? Это личное посвящение. Личное посвящение. И приносил сжигаемые приношения согласно числу всех их. И поговорил Иов, может быть, что сыновья мои согрешили и прокляли Бога в сердцах своих. Так делал Иов постоянно. Так поступал Иов как долго? Постоянно. Вот мотивация, почему Иов постоянно поступал так. Он постоянно ходил с Богом. Говорит ли Бог нам? Откроем со мной Иова 23 главу. На этой неделе со мной поделились этими текстами Писания. И это было благословением для меня, когда я прочитала эти тексты. И здесь сказано 10 текст. Но Он знает путь мой, которым иду. Когда Он испытает меня, я выйду как? Как золото. Но Он знает мой путь. Иисус знает конец от начала. Иисус наблюдает за испытанием и Он знает конечный результат. Когда Он испытывает меня, когда я прохожу через огненную печь, то я выйду как? Как золото. Какой нам дается совет в Откровении 3 главе в 18 тексте? Купил меня что? Золото огнем очищенное, чтобы мы могли обогатиться чем? Верой. Библия взаимосвязана. Откроем 1 Петра 1 главу 7-8 тексты. Что говорит нам 1 Петра 7-8 тексты? Посмотрим со мной. «Чтобы испытание вашей веры, будучи гораздо драгоценнее золота, которое гибнет, хотя и огнем испытывается». Мы видим те же слова. Хождение с Богом связано с верой. Именно этому учились патриархи. И в результате Енох был переселен и взят на небеса, потому что он научился ходить с Богом, как Иов. Он делал это постоянно. Сколько времени ходил Енох с Богом? 300 лет. Было ли это непрестанно? Да, как с Иовом. Поэтому Бог назвал их совершенными и праведными. Евреям 11 глава. Мы знаем этот текст. С первого стиха. Что здесь сказано? «Вера есть что? Осуществление того, на что надеются, и уверенность невидима. На что мы надеемся? На что мы надеемся? На встречу с Иисусом. На что еще? На вечную жизнь. Чего мы ожидаем? Тоже вечной жизни. Встречи со Христом. Победы над грехом. Совершенство характера. Так ведь? Это все достижимо. Но мы должны находиться в состоянии хождения с Богом. Хождение с Богом, друзья. Псалом 32. Ходи с Богом. У нас у всех есть то, на что мы надеемся. И у вас, кто в онлайне, есть то, на что вы надеетесь. Вы надеетесь на избавление, исцеление, победу, силу. Но это все через Голговский крест. Через Голговский крест. Здесь сказано 18 текст. Перевод Короля Иакова. Вот. Глаз Господень над теми, кто боится его. Над теми, кто надеется на милость его. Кто надеется на милость его. Господь, помилуй меня. Я сейчас прохожу испытания. Помилуй меня. Помилуй меня. Посмотрите на экран. Здесь сказано, что значит «ходить с Богом». Взгляд ввысь. 228 страница. Человек, живущий с Богом и Бог, пребывающий с человеком, привилегия каждого верующего сегодня. Я в них, и ты во мне, говорит Иисус. Ходить с Богом. Псалом 32. Ходить с Богом. У нас у всех есть то, на что мы надеемся. И у вас, кто в онлайне, есть то, на что вы надеетесь. Вы надеетесь на избавление, исцеление, победу, силу. Но это все через Голговский крест. Через Голговский крест. Здесь сказано в переводе Короля Иакова. «Вот глаз Господень над теми, кто боится его, над теми, кто надеется на милость его. Кто-то надеется на милость. Господь, помилуй меня. Я сейчас прохожу испытание. Помилуй меня. Помилуй меня». Посмотрите на экран. Здесь сказано, что значит «ходить с Богом». Взгляд ввысь, 228-я страница. Человек, живущий с Богом, и Бог, пребывающий с человеком, это привилегия каждого верующего сегодня. «Я в них, и ты во мне», говорит Иисус. «Ходить с Богом и иметь свидетельство о том, что их пути угодно Ему». Этот опыт не ограничивается опытом Еноха, Ильи, патриархами, пророками, апостолами и мучениками. Этот опыт не только для них, но и для нас. У каждого последователя Христа есть не только привилегия, но и обязанность. Это не только привилегия, но и обязанность. Иметь в Иисуса сердце, это обновленное сердце, брать Его с собой в своей жизни, это значит ходить с Богом постоянно. И они тогда действительно будут деревьями, приносящими плод. Она дает нам ответ. Ходить с Богом не только привилегия, но и обязанность. Мы заканчиваем. Свидетельство для церкви, третий том, 481 страница. Христос всем пожертвовал ради счастья человека. Чем Христос пожертвовал? Всем. У Бога не осталось ничего, что бы Он нам не отдал. Христос всем пожертвовал ради счастья человека, чтобы дать Ему возможность приобрести Царство Небесное. Кто-то из вас говорит, что Он надеется на вечную жизнь, чтобы увидеть Бога Небесного. Теперь пришла очередь павшего человека показать, чем он готов пожертвовать ради Христа, чтобы завоевать бессмертную славу. Те, кто хотя бы отчасти понимает величие спасения и его цену, никогда не будут роптать на то, что должны сеять со слезами. Иногда нужно сеять со слезами, и нам придется проходить через то, что приведет нас к слезам, что борьба и самоотречение христианская доля в этой жизни. Это привилегия и обязанность. Условия спасения человека определены самим Богом. У нас нет других путей, кроме определенных Богом. Самоуничижение и несение креста, которые проходят через Голгофский крест, это те средства, с помощью которых кающийся грешник должен обретать утешение и мир. Это должно пройти через самоотречение и Голгофский крест. При одной только мысли о том, что Иисус перенес великое уничижение и принес страшную жертву, которую никто и никогда не потребует от человека, все ропщущие голоса должны умолкнуть. Самая неизреченная и славная радость, которую человек может испытать, обретается через искреннее покаяние перед Богом. За что? За нарушение Его закона и веры во Христа, нашего Искупителя и ходатая за грешников. Ходить с Богом это привилегия и обязанность. Не только страдать ради Христа, но и ходить с Ним. Друзья, я стараюсь ходить, чтобы во всем прославить Бога. Мы должны брать Иисуса с собой везде, куда идем. Мы должны брать Его везде с собой. Мы должны размышлять об этом сегодня над великим уничижением, которое Иисус перенес. Нам никогда не придется этого переносить. Вот почему это названо легким страданиям. Ибо если нам и приходится проходить страдания, кто по-прежнему Его несет? Он помогает нам, неся Его. Конечно же, с нашей стороны необходимы усилия. Мы должны нести этот крест. Но кто помогает нам? Иисус помогает нам. Но единственный путь, когда Он может помочь нам, это прийти к Нему, ходить со Христом. И как нам сказано в Иова первой главе, мы должны делать это постоянно, стремясь к совершенству. Стремясь к совершенству. Это долг и привилегия. Долг и привилегия. Долг и привилегия. Я надеюсь, что вы получили благословение сегодня, друзья. Я несомненно увидел мою нужду сегодня вечером. Моя молитва не только ходить с Богом, но и делать это постоянно. Я продолжаю повторять это, потому что иногда мы сходим с пути. Мы спим и падаем. Мы находимся в ситуациях, в которых мы и не думали, что очутимся. Но кто наблюдает за испытанием? Иисус наблюдает за испытанием, так как Он наблюдает за воробушком. Он наблюдает за нами. Если Он заботится о маленькой лилии, тем более наш Отец заботится о нас. Помолимся. Помолимся со мной. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господь, за Твое Слово. Я получил ободрение и знаю, что Твой народ также получил ободрение. Ты сегодня вечером говорил нам, как ходить с Тобой. И древние патриархи заложили основания, дали нам пример, которому следовать. Енох, Иов, Ной и другие. Они жили в такой близости со своим Спасителем, что Господь объявил о них, что они праведные и совершенные. Они должны были радоваться испытанию. Они должны были пройти через Голговский крест, через Гефсиманию, Господь. Все, что написано тогда, все это для нашего наставления, для нашего примера. Через такую жизнь проходили пилигримы. То, что мы должны перенести, что должны нести, не входит ни в какое сравнение с тем, что нашему Спасителю пришлось перенести, через что ему пришлось пройти и пострадать. И Елена Уайт говорит, что все ропщущие голоса должны умолкнуть. И я молю Господь, чтобы с этого момента мы взяли эти слова с собой, чтобы мы были найденными, ходящими со Христом, как Иов, постоянно в личном посвящении, в молитве, в исследовании Писания. Спасибо, Господь. Это привилегия и обязанность ходить с Тобой. Мы, несомненно, видим свою нужду сегодня вечером. Я молюсь за каждого, кто здесь присутствует и за тех, кто в онлайне. Мы молимся о чем-то, мы надеемся на что-то, мы все проходим различные кризисы. Как Дух Пророчества говорит нам, Иисус наблюдает за испытанием. Он не покинет нас и не оставит. Поэтому, Господь, мы глазами веры взираем на Тебя и, протянув руку веры, мы надеемся, ухватиться за край одежды Твоей, чтобы мы могли быть святыми и чтобы мы могли победить каждый грех, с которым мы боремся. Твое слово говорит, что ни одно искушение не может одолеть нас. Ты верен, Господь. Ты не дашь искушения сверх сил, чтобы мы не смогли его перенести. Ты взвешиваешь и измеряешь каждое испытание, прежде, чем ты позволишь ему прийти. Если оно слишком тяжелое для нас, чтобы мы могли его перенести, ты не позволяешь ему прийти. Мы благодарны за это обетование. Мы молим, чтобы мы могли быть верными, послушными. Впиши в наши сердца Твои десять живых принципов. Мы молим, мы благодарны за все Твои благословения. Ты воистину источник всех наших благословений, и мы благодарны. Я молю за каждого человека, кто слышит мой голос. Сохрани нас в верности до дня, когда ты, Господь, придешь во славе. Помоги ходить с Тобой. Наша молитва во имя Иисуса. Аминь.